1650 километров побережья с райскими пляжами, сказочные пейзажи, от которых замирает сердце, разнообразнейшие флоры и фауна, огромное культурное богатство. Одним словом, колоссальный туристический потенциал, который на сегодняшний день почти не используется. Убедительный пример потенциальных возможностей регион Уила, на юге страны, где мы сейчас находимся. Это одна из 18 провинций Анголы, где можно найти такие жемчужины, как ущелье Тундавала. Об этом нам говорили многие инвесторы, очарованные подобными природными заповедниками. Они утверждают, что по богатству природы и красоте пейзажей Ангола ни в чем не уступает таким странам, как Южная Африка, Ботсвана и Намибия, где, в отличие от нее, туризм гораздо более развит. Так как разумно использовать этот потенциал и сделать его ключевым в диверсификации экономики страны? Ангольские инвесторы решили рискнуть и вложили 35 миллионов долларов в этот эко-отель. Расположенный на территории в 210 гектаров, этот туристический комплекс, единственный в своем роде в Анголе. Красивые бунгало, высокая кухня и даже собственный природный зоопарк. При строительстве были использованы только природные материалы – дерево, солома, камни. Мы старались воссоздать атмосферу, в которой люди чувствовали бы, что находятся именно в Африке, но при этом с высоким уровнем качества эко-туризма. И это сработало. Гостиница не только приносит доход, но и привлекает новые инвестиции. Это хорошая новость и для всего района Луанды, поскольку обеспечивает диверсификацию его экономики, традиционно основанной на сельском хозяйстве. Сегодня гостиничный комплекс гарантирует занятость свыше сотни человек. 99% работников этого комплекса – ангольцы. Для нас это огромная цифра. Это показывает, что мы на это способны. Очень важно распространить этот опыт. Распространить опыт, обучить квалифицированный персонал и дать возможность в полной мере воспользоваться плодами, предоставляемыми туризмом, молодому и динамичному населению. Таково кредо этой женщины, ответственной за стратегию развития туризма в Анголе. В то время, как доходы от добычи нефти утекают из страны, доходы от туристического сектора остаются дома. Поступающая валюта используется для развития сектора. При этом ресурсы остаются здесь. Через 15 лет после окончания войны представление о Банголе меняется. Сейчас разрабатывается будущая стратегия развития туризма, в частности, упрощения получения виз. Сегодня нам необходимо четко обозначить приоритеты в развитии туристической отрасли. Мы должны определить, какой сектор туризма следует развивать в первую очередь. Нужно работать поэтапно. Мы не можем делать все одновременно. Подобная работа уже ведется. Несколько месяцев назад государственная компания полностью пересмотрела свою стратегию. Идея – развивать в первую очередь такое туристическое направление, как Луанда. Но не только. Благодаря сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами, Луанда станет настоящим пересадочным транспортным узлом. Всем известно, что Дубай – огромный транспортный узел. И мы хотим воспользоваться опытом эмиратов в этой области. Главная цель – привлечь туристов, но также обеспечить транзит в таких направлениях, как Лиссабон, Йоханнесбург или Гавана. На сегодня в среднем 80-100 пассажиров в день делают пересадку в Луанде, чтобы лететь в другие страны. И мы уверены, что эти цифры будут только расти. Это новое направление деятельности позволило компании восполнить потери 170 миллионов долларов в 2016 году и восстановить финансовый баланс. Хорошая основа, чтобы придать новый импульс туризму в Анголе. Редактор субтитров А.Семкин